Благодарность ветерана боевых действий из Свердловской области Андрея Копатилова поступила в центральный аппарат общероссийского общественного движения «Ветераны России». Ранее ветеран боевых действий, инвалид второй группы, житель Первоуральска Свердловской области Андрей Копатилов объявил голодовку перед администрацией города. Начиная с 2001 года, он неоднократно обращался за помощью в администрацию города Первоуральска с просьбой о постановке его на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Но ему отвечали отказом, в связи с отсутствием у него постоянной регистрации по месту жительства. В 1996 году он с мамой переехал жить в город Первоуральск от продажи квартиры в Пермской области, город Кизел. Денег на приобретение другого жилья у них не хватило, так как в стране произошел дефолт. И с тех пор, по словам Андрея Копатилова, они стали бомжами. За время прохождения срочной службы он дважды ездил в командировку в Чеченскую республику и дважды был контужен, награжден ведомственными наградами и знаками отличия. В 2016 году он сделал себе постоянную регистрацию и решил восстановить свое право на получение положенного жилья. Его включили в общую очередь малоимущих и нуждающихся граждан на улучшение жилищных условий. Но перевести на льготную очередь для ветеранов войн отказали, так как он встал на учет после 1 января 2005 года. Здравствуйте, это снова я, Копатилов Андрей Сергеевич, ветеран боевых действий. Вот второй день вышел на голодовку, как я и обещал. Каждый день сейчас буду подходить к администрации города. Меня смущает поведение нашей администрации, так как вчера мэр прошел мимо и даже не подошел, не поинтересовался, что у него на территории происходит. Такое ощущение, что ему совсем безразлично судьба ветерана. Хоть он голодает, хоть он помирает, ему безразницы. Общероссийским движением ветераны России на тот момент, 19 мая текущего года, в Центральный аппарат Генеральной прокуратуры Российской Федерации была направлена просьба о рассмотрении по существу поступившее обращение ветерана боевых действий. Губернатору Свердловской области Евгению Якуевашеву была направлена просьба обратить внимание на сложившуюся ситуацию ветерана боевых действий. Также обращение об оказании содействия было направлено по линии Государственной думы Российской Федерации. 23 июня в Центральный аппарат Общероссийского движения «Ветераны России» поступило видеообращение Андрея Копатилова со словами благодарности председателю Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Резяпову Ильдару Венеровичу и организации «За помощь». Здравствуйте! Искренне приношу благодарность Общероссийскому общественному движению «Ветераны России» за то, что помогли решить мне непростую жизненную ситуацию, добиться от наших властей, хоть и временное, но все-таки жилье. Итак, уважаемые братья и ветераны, присоединяйтесь к движению «Ветераны России». Здесь встретите много друзей новых, возможно, встретитесь с кем-то старым, с которым, возможно, даже воевали. Движение «Ветеранов России» помогает в каких-то проблемах, которые невозможно решить одному человеку. Вот, в общем-то, и все. Присоединяйтесь. Вместе мы сила. Вступайте в команду взаимопомощи и поддержки ВОД «Ветераны России» и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Ветераны России Онлайн».